Вместе всегда нам по пути Лучше компании не найти Сночки ты, знаю и я Живень важнее всего семья Это моё семья На новую дачу Это вам в честь успешного окончания учебного года Ура! Наконец-то лето! А когда мы поедем на нашу новую дачу? Да, а какая она? А правда, что дом у реки? А вокруг есть лес? А фотографии новой дачи у тебя есть? Сколько вопросов! Приедем, сами всё увидите Привет всем! Привет! Слушайте, мне удалось освободиться на полдня Если вы соберётесь ровно за час Я отвезу вас на дачу прямо сегодня А то следующий выходной не знаю, когда будет Соберёмся! Успеем! Ну тогда время пошло Ура! А мы пока за продуктами сходим Держите, сейчас всё рухнет! Ай! 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 Все целы Ага Роза, Лиза, куда вы столько платьев-то набрали? Я всего-то 15 штук взяла А я ещё даже шляпки не успела собрать Проблема не в платьях А в том, что папа и мама теперь не смогут войти Ну вот, из-за ваших дурацких нарядов Мы не поедем сегодня на дачу Ты сам вон какую кучу вещей набрал Осталось 15 минут Времени хватит или на хорошую ссору Или на то, чтобы разгрести завал На то и другое не хватит Факт А помните, как мы играли с дедушкой в необходимые вещи? Хм Юнги, наш корабль налетел на рифы и вот-вот затонет У вас одна шлюпка и три минуты времени Надо взять с собой только самые необходимые вещи Без чего вы не сможете обойтись Малыш, ты гений Вот это всё на лодке точно не нужно Я понял, что брать не нужно Аааааааа! Что-то, мне кажется, они не успеют Мы готовы! А вещи? Я думал, вы вот такую гору соберете Зачем? Мы умеем собираться Мы взяли только самое необходимое Поехали! Дедушка! Дедушка, привет! Дедушка, привет! Ура! Добро пожаловать, юнги! Ух ты, пух ты! Гвоздь меркеды! Дедушка, мы вспомнили, чему ты нас учил Поэтому успели собраться и приехать Это же как настоящее футбольное поле! Вот это да! Какой простор для экспериментов! Это не дом! Это заголодный двояц принцессы Лизы! Сколько цветов! Я вас кем! Юнги снова со своим капитаном! Субтитры сделал DimaTorzok Спасение земли Семь футов под килем С вами интернет-канал Морские истории Можем ли мы говорить по птичьи? Вот у нас на корабле попугай разговаривал на всех языках А мы, матросы, по-попугайски так и не заговорили Каждый раз одно и то же А еще обижается, что его канал никто не смотрит Вон, три просмотра ноль лайков Ой, небо яичко снесло Оно, наверное, с другой планеты к нам прилетело А давайте его поджарим Интересно, какой вкус у инопланетянской яичницы? Наверное, где-то на крыше птичье гнездо И оно упало оттуда Но если вам действительно интересно то у нас есть научные методы Сделаем просвечивание и определим, кто же находится в этом яйце Какой хорошенький Всегда мечтал о настоящем роботе Малыш, ты что? Это же робот Кибер-Титан Как в игре спасение Земли Его миссия уничтожить все живое Надо бы показать это яйцо научному сообществу Вылупляется уже Какое сообщество Пока ты будешь показывать Он уже всю Землю захватит Я его даже в игре не смог победить А тут он гвоздь мне в кеды Настоящий Что ж Во имя спасения Земли Придется его ликвидировать Ген, пусть он вылупится А я его потом перевоспитаю Малыш У него вместо рук пушки Он не запрограммирован на перевоспитание На счет три Отворачиваемся И я запускаю лазер Тебе лучше выйти Это небезопасно Гена Не тяни У нас с тобой всего по одной жизни Раз Два Три Ура Успели О, вот так взять И между прочим Спасти мир От межпланетного робота Генка Посмотри-ка туда Ничего Я тебя все равно перевоспитаю Покажу как ушки чистить Научу руки мыть перед едой Малыш Бросай яйцо Отползай от него Подальше Не волнуйся Я тебя спасу Сейчас будет выпуск моего канала Поставь побольше лайков Хорошо, дедуля Семь футов под килем С вами снова интернет-канал Морские истории Оно точно под кровать закатилось Может закатилось А может и не закатилось Утром я рассказывал вам о том Что мы не можем говорить по птичьи Сейчас я вам это докажу Ой, вороненок Ну ты меня и напугал Вот это инопланетянин А потом мы целый час ловили этого вороненка Зато на дедушкином канале Появилось четыре тысячи новых подписчиков Только как же получилось Что твой компьютер показал в яйце не птенца, а робота Добрый вечер, Ген Ну что, посмотрел заставку? Какую заставку? Нового робота из игры спасения Земли Я же тебе его на экран разместил Думал, ты как включишь компьютер, так и увидишь Что? Не понравился? Очень понравился Отличный у тебя робот Острый сюжет Ни одной толковой строчки Я бездарная Лизочка, успокойся Ну зачем ты из-за ерунды так мучаешься? Это не ерунда Это конкурс юных писателей В остросюжетном жанре Вот Очень даже острый сюжет Наша Лизка-талант Ничего ты не понимаешь Я должна прочувствовать героиню Погрузиться в действие Ну о чем я с тобой разговариваю? Значит, почувствовать, погрузиться Ага Ну что ж Устроим ей настоящее погружение Эй, ты чего? Тихо Так Ага Да что случилось-то? Так Очень плохая слышимость Нужно сократить расстояние Воска Расскажешь, наконец, в чем дело? Я не совсем уверена Но кажется Алло Алло Служба безопасности Спасите Меня преследуют Хотят ограбить Понимаете? Я изобрел лекарства от всех болезней Алло Да-да Это величайшее открытие Хотят украсть Да К вам? Хорошо Еду Да, понял Жди меня Я скоро Только никому не говори Это очень опасно И что это было? Эй, кто там? Кто здесь? Ах Этого еще не хватало Ты уверен, что дома никого? Абсолютно Иди за мной Спокойно Алло Алло Полиция Полиция Кабель объезли Сейчас кого-нибудь позову И мы их обезбредим Вот оно Нашел? Не успею Ну, держитесь! Вы арестованы! Генка Роска Вот это номер Так это что получается? Вы меня Разыграли, что ли? Лис Ну, мы же тебе помочь хотели Для твоего же конкурса Точно Конкурс Конкурс Ну, очень крутой блокбастер Стоп! Больше ничего не говорите! Лиза! Я поняла Я знаю, как писать Я чувствую Эй, а мы? Ликуй, народ! Ваша сестра Талантище Первое место В остросюжетном жанре Следующий конкурс Любовная лирика Это будет моя вторая победа Осталось только Проникнуться чувствам Самый лучший дед Самая лучшая семья Хм Не припоминаю Что тут интересненького? О! Самый лучший дед Узнайте интересы И предпочтения детей Хе! И так ясно Девочки любят наряды Детки мои Дедушка пришел Подарочки принес Новые бусы? Диск Жанны Киски Вот Ну, давайте, примеряйте скорей Деда, а может потом? Спасибо, дедушка Это что, антиквариат? Не огорчай, дедушку Активно поддерживать Увлечение детей О! Снимаем с себя все это Трам-там-там Трам-там-там Организуем музыкальный коллектив Один день в городе Ласковый лай Ударный Барбоскин старший Вправо-влево 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 А теперь восьмеркой Активней, активней Давай, давай Огонь в глазах Шире улыбка Вот так Ай да молодцы А ну не расслабляться А теперь вокал Мечты заветные Всегда взрываются Мечтами пой Вы что? Мало каши ели? Надежды светлые Пусть исполняются Мечтами пой Еще громче! Еще веселее! Помечтай со мною, деда О летучих кораблях О волшебных берегах И странах Спой Спят деревья великаны И цветочные поля О волшебных берегах И станет со мной А что вы здесь делаете? Уровень децибелов превышает все Допустимые параметры Нравится совместное творчество О! У меня же для моих малышей а еще подарки есть спасибо деда но я уже не маленький не стоит благодарности давай подержу а ты пока конфетку кушай о какие интересные увлечения стой не надо бежим не беда пусть комната проветрится а мы погуляем всем на свежий воздух а а и а и и и и и и и и и чего то я немного подустал пойду отдохну дедушка 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 свою книжку забыл самая лучшая семья самые лучшие внуки должны гулять с дедушкой да Девушки отдыхают Исчезновение предметов Медвежонок, исчезни! Верьте в себя, и у вас всё получится Сделайте глубокий вдох Медвежонок, исчезни! Сделайте глубокий вдох Закройте глаза Лиза! Ух ты, пух ты! Медвежонок! Напрягите живот Лиза, можно я возьму его поиграть? И основание черепа Ой, я верну! Честное-пречестное! Можно? Медленно кивайте головой Спасибо, Лиза! Ты такая добрая! Поднимите руки вверх И резко вытяните их вперёд Медвежонок, исчезни! О! Ура! Теперь я волшебница! Ура! Я научилась! Чтобы такое наколдовать Вратарь выбивает мяч в центр поля Пас Аршавкину Перевод Гавкину Передача Удар! Ой, прости, Лизка Я не заметил Смотреть надо Вот не я, а я сегодня дежурю Дружок, а ну вернись Убери за собой Потом А может его В жабу превратить? А если дружок станет жабой Кто всё это убирать будет? Лучше превратить его в уборщицу То есть в уборщика Лизка, ты чего? Обиделась что ли? Да ладно тебе Я же извинился Ну хватит злиться Всё, мир Убался Уборщик Ой, гвоздь мне в кеды Я тут распинаюсь Мирюсь А она дерётся Сестра называется Всё, ты для меня больше не существуешь Уборщик Ничего С медвежонком тоже не с первого раза получилось Эй, гвоздь, 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 гвоздь Ох... Ну-па! Ой, Лизка! Лизонька, очнулась. Я тебе тут сладенького принёс. Кушай, поправляйся. А я все твои дела сделаю. Пол подмету, посуду вымою. Ну и всё остальное. Ты, главное, лежи, отдыхай. Ура! Получилось! Да ужок-уборщик! Всё-таки я настоящая волшебница. Что бы ещё наколдовать? О! А наколдую-ка я, что бы мой Мишка появился. Спасибо, Лиза. Медвежонок, появись! А? Кто бы сомневался? Хе-хе. Хе-хе. По закону. Полиция голода Барбоскина. Вы окружены. Гена, ты арестован. И имеешь право хранить молчание. Эх, ребята. Я понимаю, что вы играете. Но сейчас я провожу очень важный опыт. Преступники не должны проводить опыты. Они должны сидеть в тюрьме. Малыш, он твой. Тащи его в камеру. Ага. А в камеру это куда? А главное, за что? За то, что ты преступник. Вот за что. Преступник – это тот, кто совершил преступление. А я ничего такого не делал. Так что прошу полицейских действовать в рамках закона. И освободить помещение. По закону арестовывают только за преступления. Ах, скукотища. Мы что, виноваты, что никто закон не наушает? Ах, как сговорились. О! Видел, как крадется? Наверняка уже натвоила темных делишек. Полиция города Барбоскина готова к штурму. Полиция! Руки вверх! Сопротивление бесполезно. Вы что? С ума сошли? Чуть не разбилась. И ты расколешься, как миленькая. Что в коробке? Бомба? Никакая это не бомба. Это ваза. Мами на день рождения. Поиграли бы во что-нибудь спокойное. В дочке матери, например. Какие еще дочки матери? Мы же полиция. Полиция должна защищать мирных граждан. А не вазы бить. А защищать не от кого. Мирных граждан. Похоже, в этом доме вообще никто закон не нарушает. Полиция! На первое! На второе! А вот так хочешь? И вот так! Полиция! Прекратить избиение! Я заставлю тебя говорить. А ну, показывай, кого ты тут побил. Грушу. А грушу по закону можно бить? Можно. Дружка тоже не за что арестовывать. Ну, хотите, арестуйте меня просто так. Я преступник! Свяжите меня! Посадите в тюрьму! Да не можем мы просто так. По закону надо. Может, ты хотя бы двойку получил? Не, сегодня не вышло. Вы арестованы. Сопротивление бесполезно. Может, ты правда поиграть в дочки-матей? Если закон никто не нарушает, то и полиция не нужна. Кто их вообще придумывает, эти законы? Лиза, я знаю, как спасти нашу полицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там? Да! Что случилось? Кто стучал? Я не стучал. Сама себе и стучала, наверное. Хм! О! Смотрите! Закон! Кто выйдет в коридор без разрешения Зайки, тот будет преступником. Это что, шутка? Полиция Барбускина! Бук и вях! Теперь всё по закону! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срочный ремонт. Какой ужас! Мой ремешок испорчен! А карманных денег еще целую неделю ждать! Ха! Подумаешь, ремешок! Вот мне мяч новый, позарез как нужен! Да какая разница! Все равно у тебя денег нет! Как и у меня! Лизочка, возьми деньги! Отнеси, пожалуйста, мою сумку в ремонт! На ней ручка оторвалась! А на сдачу купишь себе мороженое? Конечно, мамочка! Спасибо, солнышко! Подожди! Ой! Твои друзья голос забили! Где я? Лиз, а зачем тебе мамина сумка? Мама велела в ремонт отнести! Ты что? А если ее там испортят? Слушай, а давай я сама эту ручку пришью! А на эти деньги мороженое тебе купим! А мне ремешок новый! Хм... Понятно! Ты просто хочешь себе ремешок купить! Да что ты! Для меня главное маме сумку починить! Как следует! Ты же знаешь, у меня и наборчик для шитья есть! И нитки как раз под цвет найдутся! Ты не про этот швейный набор говоришь, а? А ну отдай! Он мой! На нем не написано, что он твой! Ха-ха! Лиз, помнишь, ты просила у меня те наклейки со стразиками? Они твои! Правда? Ну конечно! Я починю сумку, тебе наклейки и мороженое, а мне деньги! Ну как? Идет? Подумаешь, какие-то там наклейки! Помнишь, ты хотела поносить мое платье? И туфли! О! Держи! Вот! Платье! Вот еще! Туфельки! И еще! Вот косметичка! Нухи! И еще! Так! Это сюда! Это сюда положу! Так! Это сюда! Это сюда положу! Так! Это вот сюда! Ага! Это сюда! Это вот сюда! Так и быть! Уговорили! Можете чинить сумку вместе! Как вместе? Мне же тогда на ремешок не хватит! То есть я хотела сказать, дружок вообще шить не умеет! Это кто еще не умеет? Смотри и учись! Вот! Любуйтесь! Ха! Прям не налюбоваться! Взял и испортил сумку! Шить, дружочек, это тебе не мячи гонять! Вот и поела мовоженного! Не волнуйся, Лизочка! Твоя сестрица-мастерица все быстро поправит! Ой! Ха-ха-ха! Один-один, сестренка! А ну-ка дай сюда сумку! Размечтался! Дай сюда! Я починю! Нет, я! Я знаю как! Подождите! Я передумала! Лучше в ремонт! Ах! Зачем я вас послушала? Что я тебе и маме скажу? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Это дружок во всем виноват! Сама-то! Какая важница! Сумке все равно кто виноват! И маме тоже! Хорошо еще, если в ремонте смогут починить то, что вы наполтили! Ты это... Вещи-то наши верни тогда! Вот еще! То есть как? А вот так! Это мне за моральный ущерб! Хм! Духи! Косметичка! Босоножки! Очки! Бадминтон! Да уж! Чтобы все это снова вернуть! Нужно столько сумок отремонтировать! Где их столько взять-то? Да что ты будешь делать? Надо же! Пульт сломался! Пап! А давай мы его в ремонт отнесем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ Фух! Ну и жара! Да ладно! Мне может вообще холодно! У меня даже нет сил с тобой спорить! В эфире новости! Небывалая для наших широт жара держится уже вторую неделю! Ученые еще не знают, сколько это будет продолжаться! Но с уверенностью можно сказать, что глобальное потепление действительно наступило! Теперь-то ты не будешь отрицать очевидное? Дружок! Это я во всем виноват! Я! Все это началось зимой! Полгода назад! Было очень холодно! Надо было готовиться к контрольной! Тоска! И тогда я подумал! Как было бы здорово, если бы зима прямо сейчас кончилась и наступило лето! Ах, лето, лето жаркое! Я вся такая яркая! По улице! В тот момент мне и пришла в голову эта идея! Дружок! Ты мой фен не видел? Ты хочешь сказать, что запустил в небо фен на воздушных шариках и вызвал этим глобальное потепление? Угу! Хе-хе-хе-хе! Чего ты смеешься?! Пусть не сразу, но когда прошло время, фен нагрел воздух и наступило глобальное потепление! Он сейчас, наверное, уже на орбите Летает там и греет нашу атмосферу Фен на орбите? Дружок, не переживай Скоро батарейки сядут И потепление закончится Это были очень хорошие батарейки И они сядут не скоро Это мое видеообращение к мировому сообществу Я, дружок Барбоскин, виноват в том Что устроил глобальное потепление Запустив на орбиту фен, который нагрел воздух Простите меня, пожалуйста Я обещаю все исправить Как можно в такое верить? Вот инфузория Я лично отправляюсь в небо Найду этот несчастный фен и сломаю его Чего бы мне это не стоило Дружок, стой! Прощай, брат! Прощай, земля! Возможно, я не вернусь Но выполню свой гражданский долг! Сейчас Найдем что-нибудь подходящее моменту Никуда ты не полетишь! Отстань! Ты чего? Я не позволю тебе делать опасные глупости Из-за твоего собственного неверного Пусти! Я всему миру обещал! Ты ничего не понимаешь в глобальном потеплении! Как это я не понимаю? Я его сам создал! Ничего ты не создал! Ученые сошлись во мнении Что глобальное потепление происходит в результате непрерывного природного цикла Никакого влияния на этот процесс земляне не оказывают И оказать не могут А теперь новости спорта Ну, теперь понял? Так значит, это не я! Земля сама нагревается? Ну, конечно! Ура! Стой! Помоги! Стой, дружок! Держись! Ну вот! Теперь еще и кеды на орбиту полетели! Ночь независимости Держись! А-а-а-а-а! Ха-ха-а! Э-э-э-э-э-э-э! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ой! Гена! Ген! Проснись! Кто здесь? Дружок? ген у меня проблема опять твой сон про пришельцев все никак не отстанут ну чего им от меня надо я их перехитрю вот возьму и не буду больше спать никогда они такие прилетают а меня нет генка помоги мне не спать что это кофе очень бодрит гарантирую всю ночь спать не будешь фу чё такой горький то предпочитаешь сладкий сон вообще не хочется я же говорил бодрой ночи ну пришельцы теперь вы меня не дождетесь я бодр как никогда гена ген твой кофе уже не действует организм требует сна попробуй отвлечь его какой-нибудь игрой так с этого и надо было начинать с гончим псом я могу хоть всю ночь не спать опа вот так гена бодрит ты не спишь уже пять часов думаю продержишься еще часа два хотя вряд ли а может есть еще какие-то средства не хочу к пришельцам слушай ты уже все испробовал ложись спать и досмотри этот сон до конца ничего страшного с тобой не случится ты прав хватит бегать и хитрить пора узнать что нужно этим пришельцам удачи гвоздь не в кеды а вдруг не получится нужно просто игру придумать поактивнее вся надежда на тебя друг ты тоже предатель что же придется встретиться с этими пришельцами гвоздь не в кеды гвоздь не в кеды сосредоточку говно какой гол сорвался в ничем сейчас повторим Ген, Гена У меня проблема Помоги мне уснуть, а? Заместитель Джина Так, алоэ, ромашка, календула, полынь Лизка, ты помнишь, что сегодня твоя очередь мыть посуду? Ага, ничего я не буду мыть, мне некогда И вообще, скоро за меня все домашние дела будет делать Джин О! Неважно, кто Кажется, у некоторых появились секретики Ха-ха-ха Смешать алоэ, полынь в равных попуциях Это я уже читала, а, вот Вызывать Джина нужно в полночь в пустой темной комнате О! Значит, в полночь на Чаудаке Ха-ха-ха Джина собралась вызывать, вот развлекуха Ха-ха-ха Я не я, если не повеселюсь по полной Хампиус, монахямпиус, бархатусиус, гигасинусиус, джиниус, пьединиус, джин, явись! Ха-ха-ха Джин, ты пишал? Я не джин, я его заместитель, теперь джин является только самым достойным, короче, ты должна пройти испытание Ой, а оно трудное? Да нет, ерунда Слушай внимательно и запоминай Это тебе, подавок Ого, спасибо, сестричка А чего это ты такая добренькая, а? Ха-ха-ха Джиниус, пьединиус, эй, заместитель, я все сделала, как ты сказал Подавила свой телефон в ушку Теперь твой джин всегда будет мыть за меня посуду, пол, делать убалку и улоки Это еще не все, ты должна заслужить полное доверие Слушай и запоминай Э-э-э-э Ха-ха-ха-ха Завтра ты должна пойти в школу в ластах Ха-ха-ха После этого к тебе явится джин Не буду я булькать, я уже миллион твоих глупых заданий выполнила Зови своего джина Я лучше знаю, когда кого звать Гвоздь мне в кеды Не хочешь повиноваться, ничего не получишь Ясно? Выполнишь задание, будет тебе джин Не выполнишь, ничего не будет Ну это мы еще посмотрим Милостивый заместитель Пласти меня, я сделаю все, как ты сказал Но у меня нет ласт и маски Может добыть же мне их подает? Ладно, так и быть Через час приходи на это же место Будет тебе маска с ластами Замри, несчастный Не то превращу тебя в жабу Не будь я великим джином Как ты посмел использовать мое имя? Сама звонит Я... Ты должен искупить свою вину Иначе всю оставшуюся жизнь Больше никогда не забьешь Ни одного гола Ай, не надо, пожалуйста Джинношка, миленький, прости меня Тогда с сегодняшнего дня Ты должен выполнять все желания Своей прекрасной сестры Лизы Ой, дружок, такой же ты сегодня Хороший Сам в шоке Может еще вымоешь в моей комнате пол А потом почисти мои туфли Делай за меня уроки Получи вы во всей плане Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok